Доброе утро, друзья! Вечная тема красоты и правильного макияжа буквально заполонила этот мир. Как тратить меньше времени на сборы по утрам, расскажет нам наш гость Лика Лазарашвили. Доброе утро, Лика! Доброе утро, Рита! Скажите, как же все-таки тратить меньше времени на сборы по утрам? Ну, естественно, на макияж. Давайте я вам покажу лучше. Так, начнем мы с вами, конечно же, с очищения. Обязательно нужно очищать кожу и утром, и вечером. Следующим этапом у нас с вами будет увлажнение. И после хорошего увлажнения мы можем с вами переходить к нанесению тона. А скажите, все-таки можно как-то замаскировать усталость на лице? Да, конечно, мы будем с вами использовать такие продукты, как консилер и корректор. Они наносятся на зону вокруг глаз и перекрывают какие-то точечные недостатки. Например, у нас с вами здесь есть такая зона, вот здесь вот, внутренний уголочек. Она у всех либо середневенькая, либо розовенькая. Обязательно нужно ее перекрывать корректором на тон светлее, чем ваш тон кожи. Поскольку макияж у нас дневной, наносить я буду его легкой вот такой вот кисточкой, легкими похлапывающими движениями. Чем больше кисточка, тем быстрее вы сделаете макияж. Помимо того, что вы можете использовать на каждый день очень легкий тон, BB крема, CC крема, вы можете пользоваться вот такими вот кисточками, которые позволяют наносить тон очень легко. То есть они не плотные по своей текстуре. А как сделать так, чтобы макияж продержался вот в течение дня? После того, как мы сделаем с вами тон, я рекомендую использовать вам бесцветную пудру. Она отлично матирует кожу, держит макияж в течение всего дня. Если вам захотелось добавить сияние, вы можете либо использовать точно такую же пудру, но с сиянием, либо пройстить сверху хайлайтером. Причем, когда мало времени на макияж, вот такие вот кисточки позволяют заодно и шлифовать тон, то есть никаких полосочек у вас не будет. Очень удобно с утра, когда торопитесь. А можно ли макияж трансформировать из дневного в вечерний? Даже если вы просто добавите яркие губы, это будет выглядеть очень эффектно и по-вечернему. Сейчас я взяла консилер для области вокруг глаз. Он на тон светлее, чем наша кожа. Под глазки можно использовать даже с каким-то легким розовым оттенком. Если тон мы делали легкими шлифующими движениями, то область вокруг глаз можно обрабатывать такими вот штампующими движениями. Ну и, конечно же, кисти уже идет более плотная. Не забываем зону под бровями. Если под бровку вы положите более светлый оттенок консилера, чем тон кожи, это позволит визуально приподнять взгляд за счет того, что мы приподнимаем бровь. Помимо того, что ты используешь консилер вокруг глаз, можно ли его еще как-то использовать? Да, я использую консилер в качестве базы под тени. Рекомендую это своим ученикам, своим клиентам. Сама тоже так использую. Можно перекрывать какие-то точные недостатки, такие как какие-то прыщи или какие-то покраснения на лице. Ну все, мы с вами заканчиваем делать консилер. И будем переходить к закреплению тона и к дальнейшему скульптурированию. Что такое скульптурирование? Скульптурирование – это создание новых рельефов на лице. Когда мы с вами нанесли тон, наше лицо стало идеально ровным. Очень важно создать все рельефы заново. А как все-таки добиться скульптурирования? Для этого нам понадобится вот такая вот скошенная кисть и коричневый корректор. Мы будем наносить его на височную зону. Выделим скулы. И с утра я бы не рекомендовала пользоваться тенями. Это очень долго, не всегда у нас есть время. Вы можете этой же кистью, этим же корректором пройтись по складочке века. Следующий этап скульптурирования – это хайлайтер. Хайлайтер – это продукт, который светится. На лето это особенно прекрасно выглядит. Наносим мы его под бровку. Пальчиком во внутренний уголочек, где у нас был с вами консилер. Наносим на верхнюю часть скул. Можно той же самой кисточкой. Над губой. И помните, я вам говорила о том, что не обязательно пользоваться с утра тенями. Можно использовать этот же хайлайтер. Попрошу у тебя закрыть глазки. И наносим его на подвижное веко, то есть до складочки. В принципе, можно это сделать такой же большой кисточкой. Что самое главное все-таки в любом макияже? Я считаю, что самое главное в макияже – это, конечно же, брови. Это 50% макияжа. То есть, какой бы вы красивый не сделали макияж, какой бы ровный тон вы не сделали, если у вас невзрачные, неоформленные брови, то это будет выглядеть не очень красиво. Если светлые брови и девушка вообще светлая, как сделать так, чтобы это смотрелось максимально естественно? Я рекомендую использовать сухие тени для бровей. Немножечко, слегка пройдитесь по форме. Если где-то есть какие-то резкие, резкие заломы, резкие линии, вы можете использовать винтовую щетку для бровей, ершик для бровей, и просто прочесать бровь, и линии будут смотреться гораздо мягче. Далее я буду использовать гейт для бровей. Я возьму бесцветный, поскольку у Риты достаточно свои темные волоски. Для более четкой линии брови, сверху и снизу, вы можете подчеркнуть ее корректором с плоской кисточкой. Для макияжа губ я буду использовать обычный карандаш. Мало кто знает, что его можно использовать в качестве обычной помады. То есть я нарисую форму, форму губ и закрашу ее карандашом. Что можно сделать с губами, когда они сухие и макияж плохо держится? Обязательно я рекомендую всем своим клиентам накануне какого-то мероприятия делать губы зубной щеткой, скрабом, с сахаром, медом, неважно. То есть главное, чтобы мы убрали ороговевший слой кожи. И, конечно же, это качественное увлажнение. То есть это должен быть какой-то очень хороший бальзам. Перед макияжем нанесли, и пока вы перейдете к губам, он как раз уже полностью впитается. Ну что же, вот и все. Спасибо, Лика. Такой макияж займет у вас с утра всего лишь 10 минут. Найдите это время для себя, и вы обеспечите себя хорошим настроением на весь день.